Есть разные нюансы. Например, кому-то больше подойдет длительно двигаться. То есть длительное движение по-любому надо. Но, допустим, у человека больные суставы. Тогда нужна специальная организация какая-то. Допустим, есть эллипсоид. Он дает возможность двигаться без большой нагрузки на суставы. Он так устроен, что человек совершает движение, но при этом он не сильно нагружает себя. Понимаете, даже с больными суставами можно... Ну, купите этот эллипсоид и двигайтесь на нем прямо дома. Если, допустим, вы не можете бегать на улице, потому что там собаки вам мешают или еще что-то, женщинам часто очень некомфортно, ну, купите беговую дорожку. Есть беговые дорожки недорогие. И есть вообще, есть подороже, но они плоские. Можно ее за стенку даже ставить, если... Пытайтесь менять себя и свою жизнь. Сейчас не прокатит, как раньше. Нужно все это соблюдать. Теперь промывание носа. Вот смотрите. Если вы почувствовали себя простуженным, сразу, немедленно, выберите одно из двух. Или соль, или сода. Кому-то подойдет сода, кому-то соль. И прямо вот, ну, почитайте в интернет, как промывать нос. То есть вставляется такая, ну, как бы, чайничек такой маленький, и, как бы, нагибаете голову, и вот так вот промываете все. Если соль попадает на слизистые, она убивает все эти вирусы, там шансов нет ему остаться. Или сода. Теперь гвоздика. Вот почувствовали в горле что-то там першит? Сразу гвоздик уживать. Она тоже сделает то же самое. Гвоздика сразу там харахили всем вирусом. Моментально. Эти тоже вещи надо делать постоянно. Сразу же, как только почувствовали, сразу же, если вы сразу сделаете, все, вы не заболеете. Потому что это все дает о себе знать. Если вы чувствуете, першит в носу. Глаза чешутся. Тяжесть в голове. Горло першит. Что-то из этих симптомов. И вакцина тоже, как бы, она может помочь, может нет. Потому что он модифицируется. Я не знаю, что это за вакцина. Может, она сразу от всех коронавирусов. Тогда нормально. А если только от этого, тогда, извините, через полгода он уже будет другим. Это мой опыт. Ну, то есть, я сделал один сбор. Через полгода он перестал работать. Сейчас уже другой сбор. Но я сейчас его сделал по другим принципам. Поэтому думаю, что он пошире будет спектра. Может быть, следующая модификация уже не будет вызывать таких проблем. Как в прошлый раз у меня перестали браслеты работать у людей. В августе месяц. Начался другая уже эпидемия. Ладно. Движемся дальше. Мы сейчас с вами поговорили о физической составляющей жизни. Теперь о психической составляющей жизни. Скорее всего, опять позакрывают по максимуму, насколько возможно, там, позапугивают, там, и так далее. А потом будет снижаться вот эта вот энергия беспредела, будет снижаться. Ну, кого не закроют, того будут обзывать, оскорблять, мучить, издеваться, лишать возможностей в жизни. Ну, то есть, все это происходит реально сейчас, потому что так действует время. Вот я, допустим, спланировал свою поездку, и какие-то города уже мне сказали «Goodbye, my Lord, goodbye». То есть, у нас запрещено, понимаете? То есть, другими словами, надо быть готовым ко всему сейчас, понимаете? И это касается каждого человека в его жизни сейчас. Но это все будет уменьшаться. Двигаемся дальше. Итак, с точки зрения психической, чего нельзя делать? Нельзя ругаться. А если поругались, извиняйтесь. Нельзя злиться. А если позлились, раскаетесь. Нельзя резко бросать работу. Нельзя резко менять место жительства. Нельзя делать никаких резких движений, потому что сейчас это все неблагоприятно. Решили развестись, ну, отложите на месяца три. Потому что сейчас сама энергия разрушает все. Энергия Земли. Она будет разрушать все сама, без вашего ведома. Логики в этом никакой нет. Понимаете? И если вы держитесь за то, что имеете, в психическом плане, тогда вы сохраните свою возможность жить нормально. Ну, допустим, не могу больше работать на этой работе. Терпи, сейчас все не могут. Не могу больше жить с этим человеком. Терпи, сейчас все не могут. Не люблю начальника. Терпи, сейчас все не любят. Посмотрите, что в странах происходит. Там, где эта энергия насилия скапливается чуть-чуть больше критической массы, то начинается безумие. И причем, понимаете, есть страны, которых как бы не предполагают к этому безумию. Допустим, в Америке, если говорить о материальном уровне жизни, это самая богатая страна. Смотрите, что там творится. Эти все демонстрации там громят все, бьют. Почему? Потому что так действует эта энергия. Понимаете? Чуть там успокоилась, пошла Белоруссия тоже. Белорусы очень терпеливые люди. О, я терпеливее вообще не видел. Они, что хочешь, вытерпят. Вот. Они так, пошли тоже на улице все. Понимаете? И это коснуться может любой страны. Вот в любом месте может начаться, и опять все выбегут на улице, начнут все громить. Почему? Не потому что все плохо в стране, а потому что так действуют эти силы. Понимаете? И где тонко, там рвется. Вот плохая энергетика пришла в какую-то страну, люди начинают звереть. Они с ума сходят. И будут причины какие-то. Они создадутся там, причины какие-то. Какой-то теракт кто-то сделает. Или еще что-то. Понимаете? Было бы желание, так сказать. Энергия приходит плохая, и люди начинают звереть. И этот хаос вот этот поднимается. Что делать в это время? Не надо на демонстрацию выходить. Не участвуйте в этом во всем. Потому что это все нехорошо. Это не помогает жить счастливо. Не помогает решать вопросы. Все, кто, допустим, ругаются люди в семье, это помогает решить вопросы? Нет. Это помогает разрушить семью. Поэтому ругаться надо в семье? Нет. Свою позицию держать надо? Надо. Но ругаться не надо. То есть доброта решает все. Если вы хотите доказать кому-то что-то, это через трубочку доброты. Знание в сердце человека можно впрыснуть через трубочку доброты. Если трубочки доброты нет, значит, ничего он не поймет, не услышит. Это начиная от президента и заканчивая твоим близким человеком. Только доброе отношение. Доброе отношение означает унижение. Если ты унижаешься, значит, ты хочешь большего от этого человека, чем сейчас тебе положено по судьбе. Унижение означает твои желания. Ничего не желай. Просто выполняй свой долг. Желай от Бога. Люби Бога. Люби природу. Люби друзей. Потому что человеку Бог дает возможности там, где он дает.